Всем большой-большой привет! Сегодня мы будем готовить невероятно простые, но очень вкусные котлеты. Этому рецепту меня научил муж. Он его узнал где-то на бизнес-ланче в своем ресторане. И теперь он покажет вам, как готовить эти котлеты в домашних условиях. Я могу смело отнести этот рецепт к разделу экономное меню, потому что все, что нам понадобится, стоит перед нами на столе. А именно, у меня здесь 700 грамм свиного фарша, чисто свиного, и 800 грамм телячьей печени. Также нам понадобится 2 яйца. У нас здесь сухари панка. Это из японской кухни родом. Вы можете взять обычные панировочные сухари и блендер для того, чтобы измельчить нашу печень. Давайте сделаем фарш. Вот такую фаршообразную структуру имеет печенку. Не нужно ее перебивать прямо в пюре. Это будет прям идеально. Теперь мы смешиваем фарш и нашу печень. Далее мы добавим туда перец и соль по вкусу и также 2 яйца. Вот, мы добавили все ингредиенты в одну чашу. Здесь у нас соль, перец, 2 яйца, печень и наш свиной фарш. Все, теперь мы перемешиваем до однородного состояния. Вот такой красивый мраморный фарш у нас получается. Как видно, он довольно структурный, но он жидковатый. То есть из него сформировать котлетки у нас не получится. Мы добавили в тарелку наши сухари панка. Вы можете использовать обычные. И сейчас будем формировать наши котлетки. Пока мы замешивали фарш, у нас разогревалась на среднем огне сковородочка с небольшим количеством масла. Итак, сковородка у нас уже готова. Мы берем комочек нашего фарша, выкладываем его в сухари, обваливаем с двух сторон. И немного приплюснув, кладем нашу заготовочку на раскаленную сковородку. Все, так мы поступаем со всем фаршем. Обжариваем с двух сторон примерно по 2 минуты с каждой стороны на огне чуть выше среднего. Вот мы уже обжарили наши котлетки с другой стороны. Посмотрите, какие они румяные и аппетитные. Теперь мы их доводим до готовности с другой стороны. Вы только посмотрите, какая аппетитная горка котлет у нас получилась. Они не выглядят плоскими, они имеют довольно стандартную форму котлеток. За счет того, что фарш все-таки не жидкий, а такой он структурный, стабильный. Сверху не хрустящая корочка, внутри нежнейший фарш. Сейчас я покажу ее на разломе. С такого количества фарша у нас получилось 20 штучек. Посмотрите, какие они прекрасные и красивые внутри. Они невероятно сочные, очень вкусные. Они готовятся довольно быстро, из простых продуктов. Поэтому обязательно пробуйте, готовьте. Спасибо, что зашли на мой канал. Подписывайтесь. Впереди еще много интересных рецептов. Всего вам самого вкусного. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok